Порядка 20 лебедей, неспешно рассекающих водную гладь муховца, застала наша съемочная группа на городской набережной. Заветив нас, белоснежная стая ускорила темп в надежде получить заветное угощение в виде кусочка хлеба или другого лакомства. Кстати, по всем законам природы, лебедей в зимний период на водоемах быть не должно. Похолодание для них – сигнал о миграции в края с более теплым климатом. Изначально все водно-волотные птицы относятся к перелетным и здесь не остаются. С чем связано то, что они остаются? Во-первых, это мягкие зимы, а во-вторых, возможность найти пропитание. Проблема в чем? Лебедь считает, что он здесь вполне сможет прокормиться, перезимовать. Зачем ему такой стресс переживать, как путешествие на запад или на юг, в зависимости от пути. Получается, что зимовка лебедей на незамерзших участках местных акваторий – феномен, который в первую очередь спровоцировали сами люди. Дело в том, что прикармливая птиц, они оказывают медвежью услугу, поскольку вызывают у белокрылых красавцев привыкание к искусственной подкормке. Более того, в зимний период лебеди в состоянии сами обеспечить себя пропитанием. Выходить на набережную с угощением для пернатых братьев следует только в 15-ти градусный мороз. И не с привычной буханкой хлеба, а со специальным кормом. Когда приходит зима, каждому лебедю нужно около 600 грамм корма в день. Для сравнения, один батон стандартный – 400-500 грамм. То есть каждому лебедю нужно по батону. Если на набережной собирается 200 лебедей, Брестский хлебозавод будет работать наполовину, чтобы прокормить вот эту популяцию. Лучше кормить мягкими зерновыми, отваренными, ячмень, пшеница, рожь. Вот такое. Еще можно использовать каши с отваренными овощами или сырыми. Также можно использовать комбикорм, который продается на рынках и в специальных магазинах. Кормление, например, черным хлебом вызывает тяжелые процессы брожения в тракте им пищевом. И вот зачастую птица просто из-за этого гибнет. Ни для кого не секрет, что на Руси лебеди считались царской птицей. И зачастую ни один великокняжеский пир или просто обед не обходился без лебединого блюда. А, например, у многих северных народов лебедь, наоборот, птица неприкосновенная. Кстати, это касается и нашей страны. Охота или причинение вреда королю пернатого царства – чьевато с серьезными проблемами. Во-первых, за добычу или уничтожение одной особи браконьер должен будет возместить государству ущерб в размере 90 базовых величин. Более того, ему придется уплатить административный штраф в размере от 10 до 30 базовых. Поэтому любителям охоты на птиц, прежде чем взять ружье в руки, стоит вспомнить призыв – не губите белых лебедей.